Алиша Рахашимова Алиша Рахашимова Это и политика, и зрелище, и радость, и слезы Когда каждый болельщик знает лучше всех, в том числе тренера Как нужно играть и формировать состав То, что мы видим на стадионах и экранах телевизоров Это, так сказать, итоговый продукт Начинается все задолго до этого С первой тренировки Первой пары бутс Первых травм и ушибов Первых побед и поражений А с точки зрения составляющих То в первую очередь нужна футбольная инфраструктура И грамотные специалисты Там, где числители и знаменатели в равновесии Там и накал страстей и результат В Узбекистане вопрос укрепления здоровья Через занятия спортом, в том числе футболом Находится в разрезе улучшения Генофонда нации Однако, что скрывать? В последнее время похвастать Отечественному футболу нечем Что на уровне национальной сборной Что на уровне клубов Зрительская аудитория сокращается Но, что самое главное Нет преемственности И необходимой подготовки детей и юношей Указом президента О мерах по выведению на новый уровень Развития футбола в Узбекистане Утверждена соответствующая концепция Развития узбекского футбола До 2030 года И дорожная карта Рассчитанная на 2019-2020 годы Глава государства Дал поручение по принятию таких решений Которые не будут похожи на прежние Чтобы в сфере произошли реальные изменения Нужно внедрить систематизированный подход Начиная с детского футбола И заканчивая национальной сборной Мы в команде со специалистами Тщательно работали над этим документом Чтобы не пропустить ни одну деталь Решение многих вопросов Нашло свое отражение в указе В последующем ежегодная дорожная карта По исполнению пунктов концепции Будет утверждаться правительством Этот момент является очень важным Поскольку мы будем знать ежегодно Будем планировать свою работу Что мы должны в каком году делать Для того, чтобы в конечном итоге Вывести наш узбекский футбол На новый уровень развития Также указом утверждается схема Развития профессионального футбола Где вопросом отбора, селекции Одаренной молодежи Проживающих в дальних регионах Республики будет уделяться особое внимание Что касается создания бренда Узбекский футбол То предстоит повысить привлекательность Футбольных соревнований В первую очередь Республиканского чемпионата Внедрить эффективную систему развития Передовые инновационные технологии Для подготовки и повышения квалификаций специалистов В рейтинге FIFA Наша страна на сегодняшний день Занимает 85 место А вот противовес данной статистике Из 33,6 миллионов узбекистанцев Более 327 тысяч занимаются футболом То есть примерно 1% населения Далее В республике 255 спортшкол по развитию футбола 209 это так называемые Дю США 14 детско-юношеских футбольных академий 15 футбольных школ при профессиональных клубах И 17 частных школ Так вот регулярно занимаются футболом Лишь 14 сотых от общего населения Узбекистана В Великобритании число футбольных школ и академий Приблизилось к 40 тысячам А из 65 миллионов человек 11,5 миллионов регулярно не занимаются А можно сказать живут футболом В Германии 27 336 футбольных учебных заведений Из 81 миллиона человек Более 16 миллионов постоянно тренируются Это 20 процентов В России и США процентное соотношение не столь впечатляющее Но с учетом их популяции все равно в разы больше наших показателей Основными приоритетными направлениями Которые выбраны в этом указе президента Это стратегическое планирование развития футбола до 2030 года И в том числе развитие детского и юношеского футбола И подготовка квалифицированных кадров То есть это тренера, судьи, спортивные психологи, спортивные диетологи Особое внимание уделяется подготовке тренеров и подготовка судей И в связи с этим данным указем Открытие центра по подготовке футбольных специалистов В этом центре мы будем обучать наших местных специалистов И также мы будем привлекать желающих из других стран тоже И вот еще что На базе 15 специализированных школ-интернатов Олимпийского резерва Будут созданы колледжи Олимпийского резерва В которых будут созданы отделы по футболу Для подготовки специалистов Таких как спортивный медик, спортивный фармаколог Спортивный маркетолог, селекционер и другие С указом трехэтапного проведения турнира в детско-юношеском спорте Под контролем ассоциации Дает возможность создать базу для перспективы То есть они все будут сохраняться здесь в базе И конечно будет действительно легче работать Легче их отслеживать И дети это наше будущее Сказать, что в Узбекистане не любят футбол Язык не поворачивается Тем не менее проблемы с инфраструктурой Выливаются в проблемы с селекцией А потом тренер сборной ломает голову Кого поставить на ту или иную позицию Выбора нет Предлагается создание единой многогранной цепи Начиная с детского футбола Стимулирование тренеров Развитие профессиональных клубов Через передачу их частным собственникам Формирование научной базы В целях улучшения физических показателей игроков До создания материально-технической базы Отвечающей требованиям ФИПА и АФК И налаживание так называемого Футбольного экспорта игроков В клубы России, Китая и стран Центральной Азии Утверждены целевые показатели Развития футбола до 2030 года Из 32 пунктов Где на целый ряд министерств и ведомств Возложена задача От пропаганды футбола в учебных заведениях До строительства Я думаю, что это очень хорошая инициатива Мировая практика тоже показывает Что то, что твое, ты ухаживаешь лучше А то, что не твое В целом там мало шансов добиться успеха Так что думаю, что это очень поможет Тоже узбекскому футболу Узбекским клубам И сектору самому развивать Этот вид спорта, который мы все так любим На базе 15 футбольных школ Профессиональных клубов Создаются 6 школ футбольного мастерства И 9 детско-юношеских спортшкол При Министерстве физической культуры и спорта В 2021-2025 годах Предусмотрено строительство 9 новых школ футбольного мастерства За счет средств государственного бюджета Предстоит строить и строить стадионы Современные и многофункциональные При разработке данного указа Были изучены общественные мнения С специалистов нижнего уровня До специалистов международного класса Иностранные специалисты Все это свидетельство о том, что Подготовке этого документа Было уделено особое внимание И что в последующем нам дает надежду При исполнении всех пунктов настоящего указа Успешное участие наших спортсменов Всех возрастов наших национальных команд На предстоящих крупных международных стартах Таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу Кстати, проект указа президента Получил широкое общественное обсуждение И одним из острых вопросов дискуссии Стала букмекерская деятельность Документам дается разрешение на ее осуществление Путем получения лицензии Учитывая те возможности, которые может предоставить Компании именно букмекерские На сегодняшний день является одним из ключевых факторов По развитию вообще футбола во всем мире Поэтому, чтобы быть наряду с самыми развитыми странами В футболе, я думаю, в Узбекистане будет целесообразно Именно финансировать футбол с помощью букмекерских контор И направлять эти средства на развитие детско-юношеского футбола И вообще футбола в целом Еще один факт В пример Лиге Англии Титульными спонсорами 9 футбольных клубов из 20 Официально являются букмекерские конторы И вот еще что В 32 странах мира, где разрешена букмекерская деятельность А мы продолжаем верить и надеяться на успехи сборной клубов на международной арене И интересный и захватывающий внутренний чемпионат Продолжение следует...